Хочется поделиться первыми впечатлениями о дебатах между Порошенко и Зеленским. Честно говоря, я подозревал, что что-то подобное будет, но так и получилось. То есть дебаты были ни о чем. Вся затея смотрелась очень слабо и, я так понимаю, ни к чему не привела, потому что если цель была каким-то образом перетянуть на себя тех, кто не определился, то я думаю, что эти дебаты не прибавили им уверенности ни с той, ни с другой стороны. Ну, по крайней мере, вот я, как нейтральный человек, слушая и Порошенко, и Зеленского, не выбрал бы ни одного и ни другого. Точно так же, как я и говорил в самом начале, то есть выбор очень сложный. Ну, определенно вот что можно сказать. Собрали огромную толпу народа, вышли два человека и начали прилюдно оскорблять друг друга. То есть фактически, как таковых дебатов, вообще никаких не произошло. Я их, по крайней мере, не заметил. Ну, например, Зеленский в момент, когда ему предоставили возможность задавать вопросы, просто по списку прочитал сразу 10-7 вопросов именно те темы, о чем в основном спрашивают Порошенко. Ну, естественно, если ты задаешь сразу 10 вопросов, понятно, что ты как бы даешь возможность оппоненту вообще не отвечать, либо, как он сказал, выберите один из них. Ну, и Порошенко, что и следовало ожидать, не ответил ни на один вопрос, а как бы сделал вид, что вопросов ему не задали. И опять начал что-то говорить по поводу величия Украины, и мы со всем справились или справимся и так далее. Ничего конкретного. Зеленский тоже очень слабо смотрелся. Во-первых, что заметил я, человек, не говорящий по-украински, но это было очевидно, что русский – это родной язык Зеленского, и на украинском он пытается говорить, при этом три раза так или иначе он соскакивал конкретно на русский. То есть украинский для него неродной, и в семье он со своей женой, со своими детьми, со своими родителями говорит исключительно по-русски «это заметно». Я вообще не знаю, как можно выбирать президента страны, который плохо владеет языком своей собственной страны. Я так понимаю, английским, французским или еще каким-то он тоже не владеет. Ну, он лишний раз доказал, что человек глуповатый, и вел он себя очень скромно, я бы сказал, ожидалось от него, ну, какое-то по меньшей мере шоу. Хотя вот этот его хрипатый голос, приветствие зала, как будто он пришел на концерт, а вы все здесь, я вас приветствую, все это соответствовало его вот этому образу шоумена. Но даже эту роль он исполнил на дебатах не очень хорошо, то есть ни президент и ни шоумен, непонятно что. Порошенко тоже странно выглядел, скажу я вам, обычно спокойный, но здесь было видно, что он взвинчен, что он очень волнуется. Это чувствовалось, наблюдая за ним, как он кричит на пределе возможностей своего голоса, зачем, опять же, непонятно. Так он тут же реагирует на улюлюканье публики, приближается к Зеленскому, отходит от него, то есть мне даже казалось, что он в какой-то момент ему либо подзатыльник влепит, либо еще что-то. То есть было видно, что он сдерживает себя очень плохо. А этот имидж, лично мне кажется, Порошенко не идет, потому что он лучше смотрится, когда он спокоен, немножко отстранен. На такого, как Зеленский, нужно было смотреть свысока, ну, во-первых, физически Порошенко выше гораздо. То есть можно было так тактически поставить всю эту беседу, чтобы дергался Зеленский. Я как раз думал, что спичрайтеры поработают и с Зеленскому подготовят конкретные каверзные вопросы. Ведь Зеленского есть, о чем спросить, о его бизнесе в России. И там были какие-то намеки, что Зеленского призывали в армию, он не пошел, и еще что-то в этом розе. В основном речь Порошенко основывалась, так как я не наблюдал за его предвыборной кампанией, может быть, это было свойственно всему периоду его выдвижения в этот раз, основывалась на военной риторике. Как я и говорил, Порошенко это президент войны, который пришел к власти на военных рельсах, и он давит на эту тему, что, дескать, когда я пришел, ничего не было, армия была разорена, а вот сейчас, а вот спросите военных, а вот съездите в окопы, а вот мы воюем и воюем. Не знаю, может быть, Украине эта тема как раз наиболее близка, и он старается ее педалировать. Поэтому на его стороне, как я понимаю, большинство военных. Ну а молодежь и пофигисты, они, кстати, все больше составляют процент из выборщиков. Ну, во-первых, люди стремительно тупеют. Во-вторых, люди часто по приколу голосуют. Они, конечно же, за Зеленского типа «посмотрим, что будет». Вот пусть придет и пусть сыграет нам на его голоборотика. Тем более, что людей несколько лет к этой мысли приучали через телевизор. Одним словом, я не могу сказать, что я разочарован, но впечатление никакое, абсолютно никакое. Все это шоу делать не нужно было ни один, ни второй кандидат, на мой взгляд, свое положение не укрепили. Я считаю, что это уровень несовременный. Это не к чему. Устраивать из политических дебатов вот такого рода шоу, мне кажется, это глупо. С другой стороны, Зеленский заставил Порошенко так действовать. Порошенко призывал его прийти в студию. Возможно, там состоялся бы другой разговор. И мне казалось, что, ну, может быть, Зеленский теперь на своей территории покажет какой-то класс. Но ничего подобного не произошло. Уже заметили несколько ошибок Зеленского. Например, он назвал террористов в Донбассе повстанцами, хотя никакие они, конечно, не повстанцы и не сепаратисты. Это самые настоящие террористы, в основном состоящие из граждан соседнего государства. Если это правда, я не утверждаю, что цукерки Рошен есть в пайках повстанцов ЛНР и ДНР. Пайках повстанцов ЛНР и ДНР. Пайках повстанцов ЛНР и ДНР. Своим выборцам, что когда кандидат президент каже, что у нас ЛНР и ДНР, и это повстанцы, то мы должны сказать, что такая антиукраинская людина должна снять свою кандидатуру с кандидатом президента. Питание, понятно. Что вы будете там своим местом делать, про який говорит пан Полтава? Давайте каждый будет на своем месте, давайте не меряйтесь тем, кто сделает для нации и государства больше, кто сделает меньше. Я думаю, что каждый делал мероприятие своих возможностей. Вы понимали? Принайменно, мне вы закидывали. Повстанцы, 13 тысяч загибших, российских оккупантов называют повстанцами. Пан Полтава, у всех здесь хороший слух. Как можно было допустить такую ошибку, трудно себе представить, но я думаю, что если это будет президент Украины, то подобных ляпов будет очень много. У меня не осталось никаких сомнений, не было уже давно, что Зеленский весьма симпатизирует Россию. И дальше, придя к власти в кавычках, рулить за него будут совсем другие люди, которые, скорее всего, мне так кажется, уже договорились с русскими, что историю с Донбассом нужно заканчивать. Но закончить ее нужно так, чтобы Путин сохранил свое лицо, чтобы они как бы предъявили это миру в том виде, что, вот, дескать, Порошенко воевал, а пришел новый и заключил мирный договор. И вдруг раз, все прекратилось, потому что Донбасс России не нужен, он им остачертил. Поток дебилов туда закончился, территорию эту окончательно разграбили. Брали большинство главарей этих, которые там находятся. И там в Донбассе идут разговоры, что с прихода Зеленского начнется зачистка именно с российской стороны, и они будут подготавливать Зеленскому якобы почву для того, чтобы конфликт в Донбассе прекратился. Но как он и начался с инициативы России, так и прекратится по ее инициативе, по ее желанию. То есть никакой победы украинцы не одержат, просто русские уберут своих оттуда под какие-то условия, возможно, откупятся Крымом или еще чем-то. И вот я думаю, именно это, если Зеленский будет президентом и будет представлено как его самое большое достижение. Дескать, клоун поехал к Путину и обо всем договорился о чудо. А по сути, это будет обозначать предательство и сдача позиции Украины. Донбасс каким-то образом затолкают туда назад. Возможно, представители этих уродов посадят в украинскую радугу. И, естественно, обдолбанные пропагандой люди будут своего рода пятой колонной в стране. В общем, перспектива, мне кажется, не самой радужной. Порошенко в своей вот этой упоротости продолжать так или иначе военные действия чисто стратегически имеет больше шансов на победу, чем вот эта вялая позиция Зеленского попытаться, ну, если не в прямой на коленях, то, может быть, как-то в полуприсеть, попросить у царя милости и на каких-то условиях закончить этот конфликт. Судя по комментариям, переубеждать украинцев не нужно. И туго соображающие, молодые, совсем дети будут все равно голосовать за Зеленского. На них ничего не действует. Информация в последнем ролике, которую разместил инсайдер, не воспринимается вообще никак. Инсайдер обозвали почему-то путинскими, пропутинскими. Странно, ребята, инсайдер это именно тот ресурс, который несколько лет назад раскопал информацию о Буке, сбившем Боинг. И тогда почему-то Биллинг Кейт и инсайдеру вы очень доверяли и считали вау. И хлопали им с упоением. Вот, дескать, маланцы выкладывают правду. Странное отношение. Определитесь, в каком месте инсайдер врал или тогда, когда говорил за Бук или сейчас. Я лично считаю, что и в том и в том случае была правда. Это принципиальная позиция этого сайта. Инсайдеру лично я доверяю. И со временем, конечно, выяснится, кто и как финансирует господина Зеленского. Поверхностно можно сказать только одно. К власти может прийти человек, плохо говорящий по-украински, презирающий, по сути, Украину, как мне кажется, с любовью и надеждой, смотрящий в сторону России, человек, трудно ориентирующийся во многих вопросах и даже, как оказалось, не очень хороший шоумен. Ну, что ж, с другой стороны, если подобный президент придет, сейчас я попытаюсь пошутить, значит, следующие пять лет у меня будет очень много работы. Потому что критиковать его я могу бесконечно. Точно так же, как это происходит в моем случае с Трампом. Я сказал с первого момента, что этот человек идиот. И до конца его правления я буду это говорить. Так что, в принципе, господа, конечно же, лично я приму любой ваш выбор. Прошенко не самое лучшее, но придет Зеленский. Окей, пусть будет Зеленский. Значит, у меня будет тем для разговоров выше крыши. Так как идиоты всегда совершают ошибки.